Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Как сделать свою речь беглой и более похожей на речь носителя? Используйте как можно больше фразовых глаголов Именно их нетивы предпочитают в неформальном общении Их вообще более двух тысяч, но не переживайте Сегодня мы с вами разберем всего лишь 10 формальных слов и фразовых глаголов Которыми можно их заменить Поехали! Начнем наш выпуск со слова завершать Вот так вот нелогично Завершить что-то, привести к логическому завершению Какой-то процесс, обсуждение, встречу, что угодно Заменять мы его будем глаголом Мне нужно довести до ума, завершить детали проекта Перед тем, как я представлю его команде То же самое можно сказать Нам уже пора заканчивать, нам пора закругляться с этой встречи Потому что мы прошлись по всем пунктам повестки Жених отменил свадьбу, но нейтив скорее скажет Мероприятие пришлось отменить из-за погоды Ехала я себе на работу сегодня утром и вдруг у меня сломалась машина Перестала работать Пришлось вызывать службу, чтобы меня отбуксировали в сервис Вчера у меня комп полетел прямо во время важного созвона Так что пришлось переносить встречу Завершить что-то, закончить Можно заменить словом Мне нужно закончить еще несколько дел, несколько задач, закрыть И потом я смогу закончить на сегодня После того, как я закончу эту главу моей книги Я пойду прогуляться и проветрить мозги Что-то чинить Заменяем фразовым глаголом Собственник обещал починить текущий кран и треснувшие плитки в ванной к концу недели Мне нужно сначала починить велик в паре мест, прежде чем я смогу снова ездить на нем на работу Когда вы что-то упомянули, привлекли к этому внимание, привнесли в разговор Классный глагол, часто используется Во время нашей встречи я хотела поднять тему Тему приближающегося дедлайна и того, что мы можем сделать, чтобы успеть вовремя Слово to stop в смысле перестать что-то делать можно заменить глаголом Я уже много месяцев пытаюсь научиться играть на гитаре И думаю, что пора бы мне оставить эту затею И попробовать что-то еще Несмотря на все приложенные усилия, компании пришлось закрыть проект Потому что на него не осталось ни денег, ни ресурсов Есть еще ситуации, когда вам нужно, чтобы кто-то вам рассказал, что вы пропустили Скажи мне, что я пропустила Вот в этом смысле очень классно подходит фразовый глагол Я не смогла быть на встрече, которая была ранее Можешь мне, пожалуйста, рассказать, что там было У нас есть слово Убедить кого-то, уговорить Есть классный фразовый глагол Я не очень хотела ехать поначалу, но друзья уговорили меня присоединиться к ним И последний на сегодня, десятый глагол Это донести какую-то мысль свою, что-то выразить, что-то высказать Достаточно непросто передать настоящий смысл стихотворения Особенно если оно было написано на другом языке Если вы учитель, вам очень важно уметь доносить информацию четко и ясно Чтобы все студенты смогли это понять Ну что ж, теперь вы знаете, по крайней мере, 10 формальных слов Которые легко можно заменить фразовыми глаголами Пользуйтесь на здоровье, пишите свои примеры в комментариях И до встречи в пазл-ингрыше Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok